Да, так мы начинаем. Тема будет про бетохон. Бетохон. Это не то, что сегодня актуально. Бетохон. Упование на Всевышнего. Это связано с предыдущим уроком, поскольку мы говорили про молитву. В силу чего мы обращаемся ко Всевышнему с просьбами. Может быть, было мнение Афхизда и Крескаса, что само обращение, оно уже является заслугой. Сегодня мы обсудим что-то похожее. Сразу хочу сказать, что эта тема очень-очень широкая, очень, может быть, глубокая. За один урок мы не сможем пройти даже небольшую ее часть. На эту тему написано много всяких книг. Сегодня вообще такой есть, может быть, такой бум, посвященный или связанный с упованием на Всевышнего. Мы коснемся очень определенной вещи в этом вопросе. Давайте начнем с довольно известных слов Хазуныша. У Хазуныша есть книга «Эмуна убитахон», так она называется, «Эмуна убитахон», «Вера и упование». И во второй главе он пишет так. Я начинаю зачитывать. «Таутно шенет нитазрыха бле врабим бэмусак битахон». У него очень такой красивый язык, немножко сложно переводить. Да, он говорит, что есть старая ошибка, которая укоренилась в сердцах многих, он пишет. Бэмусак битахон, в понятии упования. «Эмуна убитахон», «Мештמש лимиде меолела ועיקרית, «бепри рахасиддин». «Несתובבа» «б�ושג חובа להאמין». «Бכל מקרה שפוקеш האדם», «вамидته לקראת עתיד, «בלתי מוכרא» «вошני דרכים בעתיד», «אחת טובה ולא שנייה». То есть он описывает вот эту вещь, идею, которую он называет ошибочной. Что люди считают, что битахон заключается в том, что человек должен, как обычно в разговоре говорит, «иятов», «будет все хорошо, будет благополучно». И он считает это ошибкой. Люди считают, что человек, который в этом сомневается, смеет сомневаться, у него есть недостаток в битахоне, в уповании. И что он пишет об этом? «Эн гора зобе битахон нехуна». Вот это объяснение или смысл, который придается вот этому термину упованию, он неправильно, он говорит. «Шиколь шилонид барэр». Почему неправильно? «Шиколь шилонид барэр бин вуа, гора лаатид, эйнаатид мухра». Только при помощи или посредством пророчества можно знать, что будет в будущем, он говорит. «Пока мы от пророка такого не слышали, не узнали, так и будущее, он говорит, открыто, является открытым, и нет известного решения, что на самом деле будет в будущем». Кто знает, как Всевышний все рассудит, как он будет воздаять людям миру. Так он, во-первых, не согласен, он отрицает привычное, скажем так, понимание вот этого битахона. «А что, по его мнению, является да битахоном?» «А валиньяна битахон гуа эмун шэн микрэ баулам». Что на самом деле является битахоном или упованием? В переводе это вера. Тут он соединяет, можно сказать, он потом обсуждает этот момент. Получается, что битахон и эмуна – это название его книги. Эмуна у битахон. Они становятся тождественными понятиями. Он говорит, что битахон на самом деле – это вера во что? «Эйн микрэ баулам». Что нет, тоже довольно распространенная фраза. «Эйн микрэ баулам клаль», обычно говорят, что нет в мире ничего случайного. Есть разные фразы из тех же источников, между прочим. «Выхолена асатах от ашэме шаколь баххраза митоид барах». Все, что происходит, это все от Всевышнего. Да, я тут пропускаю. Он потом говорит, что… Он говорит, что так же, как люди отличаются друг от друга разными качествами, да, у каждого есть разные уровни или степени любого качества. Он говорит, «кэн мидата эмунаа». Так же и вера. «Ешба мадригот зэле ма ла мизэ». Тоже люди в этом отличаются. У кого-то вера на более высоком уровне, у кого-то меньше. «Вера во что?» Секунду. «Да, он говорит, что все обладают какой-то верой, он говорит, но у каждого она в какой-то своей степени. есть слабые в вере или верой». «Слабые посланы». «Да, да, да». «Да». «Да, но в определении это не вера, это…» «Одну секунду, одну секунду». «Да, я тут пропускаю очень много, и он пишет дальше так. «Выка ашера адам, нивгашба, микри ашер, лифи анок, шиба улам, цфуим и лав, сакана, мидарки атева, лифход ми тивата улам». И когда человек встречается с какой-то ситуацией, в которой есть возможность какой-то опасности, «Да, укшат, рухо, и рапэгу, мили аскир, шээна, микре, адонья, лану». «Людям тяжело в такой ситуации, в такой момент вспомнить о том, что нет ничего случайного». «Вешейн маатсор ла, шэм или ошио». «Всевышний в любой ситуации может ему помочь». «Да, я тут пытаюсь пропустить, найти самое главное». «Да». «Да, есть люди, которые сильны в вере, и эта вера, она приводит к тому, что им не охватывает страх, и он верит в возможность спасения». «Вешейн ли фанав нитья ли раа». «Вот это самое главное». «Человек должен, то есть человек, который силен в вере, он понимает, что нет больше шансов на бедствие, чем на избавление». «Иньян зэ и кару мидата битахон». «Вот это называется качество упования». «Да, и потом он говорит, как мы уже упомянули, уле амура и мунава битахон ахатхи». «Получается, что вера и упование – это то же самое. Так в чем же разница, почему существует два термина, рака эмуна и амабата клали шельбалея». «Эмуна» – это что-то в теории, это общий взгляд, как он это говорит. «Ва битахона мабад шеляма амин аль ацмо». А упование – это реализация, можно сказать, его веры в его личные жизни. Да, так он дальше говорит, что человек может думать, что он силен в битахоне, в уповании, в вере, но на самом деле это проверяется на деле. Он пишет так, «Во мнам бэзот и бахэн им пи валибо шавим». Как человек проверяется, то, что он всем говорит, рассказывает, что он силен в вере, как это проверяется. На самом деле он силен в вере, или он только приучил себя говорить вот это слово «упование, упование». А на самом деле в глубине его сердца, оно не сидит. «Кашэр нивгашбэ микрэ дурэш битахон». Когда он встречается с ситуацией, которая требует вот этого упования. То есть вопрос, он ведет себя в этот момент спокойно. Спокойно, рассудительно, или он впадает в панику, он начинает паниковать, он прибегает к действиям, которые не имеют смысла. Он выходит из рамок, из спокойствия. Это говорит о том, что у него был всегда фальшивый вот этот битахон. Он только о нем говорил, декларировал о нем, а на самом деле он не обладает сильной верой. И это то, что нам здесь говорили. Можно сказать, что Хазуныш, он бросил такой вызов всем, всему религиозному мышлению. И это очень удивительно, потому что любой человек, который читает Танах, особенности Тиелим, в этой книге слово «ботэах битахон» упоминается очень часто. И там это все выглядит по-другому. Там слово «ботэах битахон», оно как раз говорит о том, что человек должен быть уверен в том, что все будет хорошо. Вообще слово «ботэах» всегда обозначает спокойствие, мир и спокойствие. Понятно, что мы не будем приводить много примеров. Вы сами можете это сделать. Но я хочу немножко вам зачитать. Возьмем Псалом 112 из Таилим. Здесь говорится так. «Ботэахон» Я не буду переводить дословно, но здесь описывается человек, который уверен в себе, в своем положении. Ему хорошо, он получает поддержку от Всевышнего. И это и есть тот самый битахон, против которого, к нашему большому удивлению, Хазуныш выступает. Давайте прочитаем отрывок из Гмары, который как раз использует посылку из этого Псалма. Танура Банан, это Гмара в Масахет Брахот. «Масэ Бегилэля Закэн». Вы, конечно, слышали об этой Гмаре. Да, было дело с Гмаром. Да, было дело с Гмаром. Да, он шел в дороге. Да, слышал издалека крик в городе. Амар сказал, «Мувтахани шеэйнзэ бетох бейти». Я уверен, что это не в моем доме. Это не молитва. Он уверен, что это не в моем доме. О, и говорит дальше вот это Барайта в Гмаре. «Ваалава катувомэр». И о нем Писание говорит. «Мишмуараа лояре». Да, от плохого слуха или плохой вести. То есть, по-русски, плохой вести не боится. Не будет бояться. «Нахон либо». Да, уверен, скажем так, уверено его сердце. «Батуах баашем». Он уповает на Всевышнего. То есть, вот вам поведение Елеля, обладающий бетохоном. И он, в отличие от того, что говорит Хазуныш, он был полностью уверен, что с ним будет все хорошо. У него не будут никаких проблем. Там не написано, что написано, братья, что в основном это не случится. Да. Да. Потом, я тут пропускаю, да, но потом Гмара приводит в противоположную ситуацию. Один ученик шел вслед за Раби Ишмаэлем. Раби Ишмаэль бы Рабьосый. Бешука де Цио. Неважно, в каком-то месте. Хазия де Камавхид. Раби Ишмаэль увидел, что он боится. Трясется от страха. Амар Лей сказал ему, хата ад. Ты грешник. Я уверен, что по твоему поведению, я вижу, что ты грешник. Эдиктив. По ходу. Бетсион хатаим. Тут интересно, рынок называется Цио, так и пасук он связан с этим, что в Бетсион, в смысле, в Иерусалиме будут бояться грешники, или боялись грешники. Да, так вот, да, можно привести еще примеры из другой гморы, немножко интересные примеры про Раби Ханина Бендоса, скажу своими словами, что была в его местности змея, которая всех кусала, да, и он встал на, прикрыл пяткой нору этой змеи, и вместо того, чтобы его ужалить, она, змея умирает, да, и что он говорит, да, да, амар лаэм руба най, э народ мимит, э ла хэт мимит. Да, не, арод это змея, не змея убивает, а то, что на самом деле убивает, это грех, да, поэтому человек, который, человек как Раби Ханина Бендоса, который мог быть уверен в своей праведности, он был уверен, что с ним ничего плохого не случится, да, то есть не нужна, как говорит Хазаныш, не нужно пророчество, да, человек может быть уверен, и уверен, да, на основе того, что он полагается на Всевышнего. Это подходит к Хазанышу? Наоборот. Не, по-моему, не нравится. А у Раби Ханина Бендоса не был что-то творец? Не у него бы все угорело? Не, ну, да, но у нас здесь дается объяснение, да, что человек, который полагается на Всевышнего, он может быть уверен, что с ним ничего плохого не случится. Написано про грехи и не про битакона. О, так это мы будем обсуждать, как извините. Кстати, я подумал сейчас, поэтому урок Ханина Бендос тоже можно объяснить так, то есть как бы там это написано, и фураж, то почему он сказал, он уверен, что это не у меня, не то, что не был битакон, а может, потому что он тоже садил, и поэтому так сказал, что это не у меня. Это будет тема нашего урока, это как раз очень-очень правильно сказано. Да, с другой стороны, давайте познакомимся с другим подходом, связанным с битахоном. Это, можно сказать, это противоположная крайность, это один из первых, я думаю, что он на самом деле самый первый, который предлагает вот эту идею, это Сефир и Карим. На самом деле, я думаю, что он, поскольку он ученик Кравьезда и Крескоса, я думаю, что то, что мы говорили на прошлом уроке и то, что мы сейчас увидим, это связанные вещи, тогда получится, что Иосиф Альба, он взял это у своего учителя, Равхизда и Крескоса. В Сефире и Кариме есть несколько глав, которые занимаются битахоном, он, правда, здесь использует больше термин тиква, то есть надежда, но имеется в виду, он подразумевает под этим битахоном. Давайте я поменяю порядок, сначала прочитаю то, что он пишет, это Мамареви, Пэрик Мемзайн. Он здесь говорит, что есть у битахона, на самом деле, разные виды, но мы будем говорить сначала о первом виде. Он пишет так, Как мы сказали, у него битахон называется словом тиква, надежда. Три вида у надежды или у упования. Так он это называет. Хесед это милость. Что это значит? То есть человек может надеяться на Всевышнего, что он его помилует без каких-то обязательств, без какой-то обязанности. То есть это не в заслугу каких-то его праведных деяний, а просто только поскольку он полагается на Всевышнего, это уже дает свой эффект, скажем так. Это уже причина считать, как бы в ответ на то, что на вызов Хазадыньше, уже считать, что будет хорошо. Ничего плохого с ним не случится. Да, и потом он более подробно это объясняет, но до этого он это тоже обсуждает. Он пишет так, в конце он пишет так, «Кими дэрэхахэсэд леймашех ала бодхим башем». Да, дэрэхахэсэд, то есть милость это что-то, что притягивается дословно на тех, которые уповают на Всевышнего. Амара Катув сказал описание «Ва бутэ ах башем хэсэд ясу вэвэну». Да, есть такой пасук, мы еще будем подробно его обсуждать. Написано «Рабим маховим». Это пасук в Мишлей. «Рабим маховим лараша» «У злодея много болячек, много страданий». «Ва бутэ ах башем» «А тот, кто уповает на Всевышнего» «Хэсэд ясу вэвэну». Милость его окружает. И вот Бьёсеф Фальбу приводит этот пасук и он его объясняет. «Клумар» то есть «Афэ мэй нора уймица дацмо». Несмотря на то, что он сам по себе недостой, незаслужен. «Мидэ рэха битахон лямших хэсэд хинам а лабудхим башем». Но так устроен битахон, так устроено упование, что если человек положился на Всевышнего, несомненно, несомненно, Всевышний ему поможет, поскольку он, обладая милостью, своей милостью, он таким образом реагирует на тех, кто на него полагается. И можно сразу сказать, что вот эта идея, которая на самом деле впервые высказана здесь, в этом месте, которое я вам зачитал, она потом очень-очень сильно распространилась. То есть сегодня очень многие так считают и думают, это уже упоминается в разных книгах, о том, что любой человек, даже злодей, он, несмотря на то, что с точки зрения его поведения, он не достоин, чтобы Всевышний ему помогал, если он, как только он положится на Всевышнего, Всевышний отреагирует на это своей милостью, он обязательно ему поможет. И вся суть, насколько этот человек, он на самом деле обладает вот этим упованием, насколько он действительно положился на Всевышнего. То есть каждый раз, когда есть неудача, так это вот этими людьми объясняется, как, что он недостаточно был уверен, верил, был уверен в этой помощи. Но если, в принципе, если человек, он будет уверен, так это обязательно ему поможет. Даже я встречал ссылаются на Вильнинского Гаона, который якобы говорил, что даже вор, который уповает на Всевышнего, полагаясь на него, чтобы у него была удача в этом преступлении, если он по-настоящему по-настоящему уверен, что Всевышний ему поможет, так он ему поможет в воровстве. Есть такое, да, но обычно эта идея, она связывается с другими ситуациями, не с нарушениями, не с грехами, а просто есть очень много таких историй, которые люди прямо, можно сказать, проглатывают с большим аппетитом, да, там человек, который это приписывается Рабисфору Салантору и в хасидском мире, да, то есть люди, которые там были уверены, что Всевышний даст им какие-то дорогие золотые часы, да, и шансов на это было очень мало, но неожиданно кто-то пришел и подарил им эти часы, да, и, конечно, тут можно упомянуть целую школу Новардук, да, то есть которые они прокритиковали, да, и, да, это была их идеология, да, что человек должен воспитывать в себе вот эту веру, это упование, да, до максимума, да, и тогда да, с ним могут случиться совершенно, да, маловероятные вещи, да, и всякие результаты, шансы на которых очень-очень маленькие, истории очень много, да, они испытывали себя, да, даже в этой ситуации, где я верю, и у меня ничего не сделают, у меня ничего не сделают, у меня ничего не сделают, у меня не испытывать, окей, да, да, проходить под сломанной лестницей, и, и, то есть они будут нет, 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 это, нет, нет, там написано, что, что даже вор, да, у входа, или, в подкоп, да, он молится, обращается ко Всевышнему, да, но не сказано, что Всевышнему помогает, да, да, но я не думаю, что это, это просто, да, я говорю, что это, это приписывается Винскому Гаону, но я не уверен, что, что на самом деле он такое говорил, да, и, да, многие, цитируют Медраж, этот Медраж, он, находится в разных местах, где сказано так, да, не буду читать весь Медраж, да, я открыл Ваикра Раба, Раби Леезев, Раби Танхум, Бацрэй, Бешем Рабирмия, значит, приводится вот этот посук, Рабима Хувим Лараша, Вабутэр, Башем Хесед, Ису Вевено, я скажу, что это Мишле, этот, извините, это посук из Таилим, не измышляю, так, они толкуют так, Афилю Раша, да, Убутэах, Хесед, Ису Вевено, да, то есть, попросту, здесь говорится о том, что, да, что не надо быть праведником, да, а достаточно, достаточно положиться на Всевышнего, да, и получить желаемый результат, Всевышний, он автоматически, как бы, отреагирует на это упование, да, и он ему поможет, он ему окажет милость, да, теперь, на самом деле, с точки зрения простого понимания псука, это большая проблема, да, потому что попросту пасук говорит совсем наоборот, да, пасук говорит, как он противопоставляет, да, с одной стороны он описывает злодея, у которого есть очень много проблем, рабим махувим лараша, а как противоположность этому, ва бутеях, здесь не упоминается, что цадик, да, но тот, кто полагается на Всевышнего, то есть не раша, да, то здесь противопоставляются вот эти два понятия, да, бутеях и с одной стороны, с другой стороны раша, да, нельзя сказать, что раша, он может быть бутеях, да, как только он бутеях, он уже не раша, но вот есть как бы такой мидраж, но на самом деле это одна из его версий, да, а более точная версия, как это, например, в моем издании еще, она другая, да, послушайте, а филу раша в хазар у батах башем хесед есу в вену, даже раша, который отказался, да, хазар, да, то есть он перестал быть злодеем, да, и положился на Всевышнего, да, так милость его будет окружать, да, только комментаторы, которые были знакомы с этой версией тоже, они, они задают здесь вопрос, да, в чем здесь новость вот этого высказывания, да, это же известная вещь, что грешник может сделать чуву, да, раскаяться, перестать быть злодеем, и тогда понятно, что Всевышний ему поможет, окажет ему милость, да, так и поэтому они меняют эту версию, и они говорят, что правильная версия это афилураша без в хазар, да, афилураша у ботеах, да, и это как бы получается доказательство вот этого мнения, которое впервые высказывается в Сефер и Карим, но на самом деле я нашел мидраж, который доказывает, что это совершенно не так, что правильная версия, она как это приводится у нас, да, есть другой мидраж, мидраж Тейлим, то, что мы читали, это в Икараба, да, это приводится так же в Ихараба, да, но есть другой мидраж, мидраж Тейлим, на Мизмор Мем, 40-й Мизмор, где сказано так, во-первых, пасук, видите, в Тейлим есть очень много пасуким, которые говорят о уповании, да, блажен человек, который делает Всевышнего своей опорой, скажем так, он не обратился к тем, который гордецам, это вопрос, что это за слова такие, раавим, гордецам, или люди, которые, на которых трудно положиться, да, так и мидраж говорит так, аль-йома радам, миахар шихатати, послушайте, да, не скажет человек, поскольку я согрешил, эн-ли-такана, нет у меня, больше никакой возможности, исправления, он должен положиться на Всевышнего, сделает чуву, то есть раскается, и он его принят, то есть действительно, да, возможно такая мысль, что поскольку Всевышний согрешил, он, человек согрешил, извиняюсь, перед Всевышним, и у него уже нет возможности исправиться, да, и можно предложить разные ситуации, может быть, это не в любой ситуации, но можно представить такие ситуации, и несмотря на это, мидраж говорит, что в этом вопросе надо положиться на Всевышнего, да, и надеяться, что Всевышний примет его раскаяние, его чуву. Да, так вот, да, мидраж, другой, прямым текстом говорит, что когда мы говорим о злодеи, который при помощи упования, бетахона, да, вызывает в сторону себя милость, да, так и имеется в виду вот это, да, что надо исправиться, да, то есть невозможно остаться злодеем, оставая злодеем, положиться на Всевышнего и надеяться на его, даже не надеяться, быть уверенным, что Всевышний его помилует, да, надо обязательно перестать грешить и только тогда, да, да, на самом деле вот эта тема может ли злодей, злодей вообще полагаться на Всевышнего, надеяться на его милость, да, так если мы посмотрим в источники более ранее, да, то есть то, что называется решением, так мы увидим совершенно противоположную картину, да, я тут процитирую только несколько мест, потому что их намного больше, да, мы не сможем это все, например, возьмем книгу Хувота Левавот, да, здесь очень много посвящено, он может быть один из первых, который вообще эту тему очень серьезно обсуждает, раскрывает эту тему, да, у него есть шар-бетахон, ворота, которые посвящены бетахону, он пишет так, «Абутэх Баашем цэх лидог меод улийштадэ лидцайетло», да, человек, который упывает на Всевышнего, он должен беспокоиться очень, да, и стараться быть послушным ему, Всевышнему, «Лекаемет митсвотав улийманаме авэрод», выполняя его заповеди и воздерживаясь от грехов, «Ашер-ашер миталер хиван», в которых обязывает Всевышний, «Лефиши уруце шашем ингак лапав бевитхоно бо», он же хочет, чтобы Всевышний, да, ему оказал милость, надеясь на него, да, да, и тут он приводит разные доказательства, да, одно из доказательств, он приводит еще снова послух из Таилим, который мы обсудим тоже, «Вамара катув бтах баашем ваасе тов шхон эрец ураэ эмуна», да, «Положись на Всевышнего и делай добро», да, так он как раз видит в этом доказательства тому, что он говорит, что невозможно уповать на Всевышнего, да, не исправив свои деяния, да, это, не знаю, это я процитировал, и еще один пример, да, да, возьмем Амиири, да, у него есть комментарии на Мишлей, да, есть такой посыл, «Мигдаль оз шем ашем боя рутс садик венезгав», сложный немножко посыл, да, что имя Всевышнего уподобляется, сравнивается здесь с крепкой башней, да, «Мигдаль оз», а потом говорится «боя рутс», «по нему побежит праведник цадик венезгав», так здесь Меири комментирует этот посыл так, «гьяра аля битахон башем», вот этот посыл, он намекает на упование на Всевышнего, «ведима битахон лимигдаль оз», упование здесь сравнивается с крепкой башней, «шуав таха миколо ев, ле га умдим битахо», «почему башня похожа на упование, он объясняет, поскольку тот, кто на этой башне стоит, да, он не должен беспокоиться, да, что кто-то его атакует, о, потом пишет так, «веולם, מצад шеарей шеарей המבצар оларов, послушайте, הם меклат לגенавим ולרוצхим ולליסтим, однако, поскольку укрепления, они в большинстве случаев, они являются спасением для воров, для убийц, для бандитов, амар амар гена боя руц цадик вынизгав, здесь подчеркивается, что там спасется, я уже говорю своими словами, исключительно праведник, кломар кломар халила лейот идбарах лейот идбарах мивцар у миклат у мивтах лараша вэл охоте ни в коем случае нельзя думать, что Всевышний он является убежищем для злодеев и для грешников, а вал лацадик вынизгав, он является таким исключительно для праведных людей, руц ломар гаво абэм алла ушли муд, да, не просто какой-то цадик, а цадик вынизгав, он говорит только для особых праведников на высоком уровне, и можно приводить еще, не знаю, теперь давайте прочитаем гмару, которая тоже приводит пасук, нет, сначала мидраж, извиняюсь, мидраж, мидраж, который толкует этот же пасук, пасук, который привел хуот левавод, да, вот этот пасук, это мидраж псикта дравкана, бтар ба шем ва сетов, шхон эрец уреэ эмуна, да, то есть, положись на Всевышнего и делай добро, так, мидраж, он приводит такую, такое красивое, как всегда, объяснение, раби хагай, бешем, раби ицхак, сначала здесь говорится, что они меняют слова в пасуке местами, асе тов, убитах ба шем, да, так надо читать, они считают, да, делай добро и потом полагайся на Всевышнего, и приводится в качестве объяснения мошаль, притча, леагронимус, шьяцали, шеэр, это мидот, что это значит, да, то есть, от имени властей были люди, которые проверяли, неважно сейчас, что это такое, проверяли правильность, точность мер, которыми пользовались торговцы, да, то есть, да, власти следили за точными мерами на рынке, скажем так, да, налоговая инспекция, что-то в этом роде, да, и те, которые, у которых были меры неправильные, так они были наказаны, да, и так тут говорится так, верао, то и хад, один, как всегда, да, торговец увидел вот этого инспектора, здесь он называется агронимус, на греческом языке, и что, что, как всегда, что он сделал, витхильмитамэн, мельфанав, стал прятаться, да, пришла инспекция на рынок, да, и все разбегаются, все торговцы, да, и рынок пуст, да, продажа закончилась, да, да, но его заметили, вот этот агронимус его заметил, говорит, зачем тебе прятаться от меня, да, имей правильную меру, и не бойся, а даудыкти, это то, что сказано, асетов, уптах, башем, ты боишься, опасаешься, всевышнего, ты хочешь быть уверенным, да, види себя хорошо, асетов, уптах, башем, да, то есть, прямым текстом этот мидраж нам говорит, что упование на всевышнего, это то, что мы видели в книге Ховот и Левавот, да, но это мидраж, да, мидраж говорит, что упование на всевышнего, оно тесно связано с твоим поведением, да, тебе даже не надо специально уповать на всевышнего, да, само поведение, оно, естественно, образом приведет к тому, что тебе ничего плохого не будет и нечего бояться, да, это так говорит мидраж, да, это называется просто соблюдение заповедей, это несколько, мы говорим, что есть вера в упование, это даже добавка, да, так вот, да, так, это очень хороший, это как раз наша тема, да, что по-простому то, что мы видим из пасуков, да, и в основном из стильи, и из мидрашей, из того, что говорит хазаль, мы видим, что упование, оно тесно связано с праведностью, да, то есть праведность, она должна человека привести или вызвать в нем уверенность в своей судьбе, в своей участи, да, человек, который праведно себя ведет, как раз он должен быть спокоен, да, в своем положении, и это называется, что он ботеах, да, он полагается на Всевышнего в том смысле, что Всевышний, он платит, да, он следит за поведением человека, и он несомненно, да, заплатит добром, да, за праведное поведение, за то, что человек, он верен Всевышнему, он идет вслед за его заповедями, и так далее, да, так это и есть на самом деле настоящий смысл ботеахона, упования, и поэтому получается, что мнение Хазуныша с одной стороны, и мнение Сефера и Крим с другой стороны, они выходят за рамки, за рамки вот этого базисного смысла упования, да, с одной стороны, утверждение о том, что само упование, да, без праведной базы за этим, да, которая за этим стоит, да, оно не может человеку помочь, да, нет в этом никакого смысла, с другой стороны, то, что говорит Хазуныш, да, что человек не может быть уверен в будущем, да, потому что мы не знаем, как Всевышний осудит, да, как он постановит, будет хорошо или будет плохо, так это тоже не так, потому что это уже не упование, это уже, как он говорит, вера в то, что нет ничего случайного, но этого недостаточно для, как бы, поднятия настроения человека, да, это постфактум, если с человеком произошла какая-то трагедия, да, так он таким образом может себя утешить, да, но мы, наупование это что-то, что происходит перед происшествием, да, то есть какая-то уверенность, да, перед тем, что произошло, да, и эта уверенность в том, что не будет ничего плохого, да, и эта уверенность, как мы увидели, связана тесно с поведением человека, с его праведностью, да, я хочу вам продолжить, да, тут я хочу прочитать слова Рабаину Йона, очень многие занимались этой темой, решением, да, и в наше время, как я вам уже сказал, есть очень много книг, да, так один из тех, которые занимались, значит, мы сказали, есть Ховот-Алевавот, да, да, но есть отрывок довольно подробный у Рабаину Йона, у Рабаину Йона есть комментарий на книгу Мишлей, и там в третьей главе он очень много посвятил вот этой теме, да, так я почитаю несколько выдержек оттуда, да, он пишет так, он цитирует тот же послуг, значит, он говорит, что он хочет поговорить, обсудить вот эту тему, которая называется битахон, он говорит так, да, кя битахона имуна абрура, вейдхазе калев биешуат ашем, не как хазуныш, да, битахон, по определению, он говорит, это, это явная уверенность, да, о том, что Всевышний, да, окажет спасение, да, иешуат ашем, вейсаме халав беемет, и это положится по-настоящему на него, о, но, но, у этого битахона есть одно, он сейчас о нем скажет, и вот это как раз тянет, скажем так, мысль в сторону того, что утверждает хазуныш, и однако мы находим мы видим, что праведники, они боятся и, да, опасаются греха, как сказано, известная история про Якова, да, перед встречей с Исавом, да, у него был страх в связи с этой намечающейся встречей, и он пишет так, царих левоэр и кара и нян, и поэтому это надо объяснить, да, то есть, с одной стороны мы говорим, что битахон это полная уверенность, что не будет никаких проблем, да, и это строится на своей праведности, да, как мы видели с Елелем, если вы помните, да, из Ханина Бендоса, да, с другой стороны есть же возможность греха, и на самом деле, да, есть случаи, которые описываются в Торе и в других местах, что праведники не уверены в своей праведности, да, так откуда же битахон тогда, да, и он пишет дальше так, на что похож битахон, он говорит, на человека, который нанимается у серьезного работодателя, да, сам царь, да, его нанимает на работу, да, такой человек уверен, он уже, его настроение поднимается сразу, ему не надо ждать, да, конца месяца и получения зарплаты, у него уже, да, хорошее настроение, уже радость, он уверен, да, что ему дадут зарплату, да, без какого-то сомнения, но в жизни не все так гладко, да, с праведниками тоже часто бывает, да, всякие проблемы, да, переживания и многие и так далее, и так далее, но это его не ломает, он говорит, он все равно продолжает быть уверенным, что, да, что он получит свою награду, так, но почему же с ним сейчас плохо, да, так праведник, он объясняет так, я шем и в харло атов, всевышний ему выберет добро, да, у него есть объяснение, почему с ним так плохо, это ему на пользу, чтобы чтобы его учить, исправить в этом мире, чтобы убрать его грехи, приблизить его ко всевышнему, чтобы увеличить его долю в будущем мире, и так далее, и так далее, да, не буду все читать, да, то есть, вот такое состояние праведного человека, да, с одной стороны, он полагается на Всевышнего в том смысле, что он ему воздаст за его праведное поведение, а то, что с ним случаются неприятности, есть этому объяснение, он не теряет свою уверенность в том, что его праведность, она не пошла впустую, да, вот это есть бетахон, да, да, Рабин добавляет еще очень важный момент, одит хаев иняна бетахон, лифтор беемет то есть Рабин Иона говорит так же, что бетахон, он так же связан с милостью Всевышнего, да, и это немножко похоже на то, что вроде бы говорит Сефер и Карим, да, но на самом деле это в рамках вот этого праведного поведения, то есть, когда праведник с одной стороны старается делать добро, вести себя праведно, с другой стороны он иногда грешит, нет праведника, который не грешит, сказано, и тогда он начинает бояться, что Всевышний его за это накажет, и тогда его уверенность как бы теряется, ломается, тут, да, полагаясь на милость Всевышнего, в том смысле, что Всевышний ему простит за какие-то проступки, да, так здесь на основе этого его уверенность не теряется, но это не грешник, который нагло, скажем так, да, и на зло, да, нет, я буду продолжать грешить и полагаться на Всевышнего, и бетахон, он работает автоматически, независимо от праведности, да, то есть, тут есть такая комбинация, скажем, я бы сказал так, что когда праведник боится за то, что из-за его грехов он будет наказан, это тоже в рамках той же идеи, то есть, все связано с его праведник, он постоянно мыслит о том, что он достойный или не достойный, если он чувствует, что он достоин, так он уверен, что с ним ничего плохого не случится, если он опасается, что он в чем-то согрешил, да, и он в чем-то недостоин, так он боясь наказания, это тоже часть вот этого бетахона, но это все в рамках реакции на его поведение, то есть, его поведение прослеживается, и его уверенность в том, что с ним ничего плохого не случится, она связана с его старанием, да, и его опасения, они тоже связаны с какими-то погрешностями, какими-то поступками, в которых он себя вел неправильно, это есть бетахон, термин, он это обозначает, да, мы просто из-за того, что сегодня все направлено в другом направлении, да, мы уже нам трудно понять, что бетахон это на самом деле вещь, которая связана с праведным поведением, как мы это увидели, да, да, я вам зачитаю гмору, которая доказывает, да, что о невозможности того, что злодеи могут уповать на Всевышнего, есть такая гмора, в Масэхэд Йома, есть, мне кажется, то же самое, похожее в Масэхэд Шаббат, там обсуждается первый храм и второй храм, да, оба были разрушены, и делается между ними сравнение, за какие грехи, какие грехи были строже, так там сказано так, решаемою, они были злодеями поколения разрушения храма, но они уповали на Всевышнего, диктив, как написано, рашея бешохат ешпоту вехуанея бемихир юру уневея бекесф ексому ваал ашэм ешээну леэмор ало ашэм бекербэйну ло таво алейну раа да, то есть, приводится пасук, да, о том, что многие злодеи и это то, что было тогда, они делали все, что угодно, они брали взятку, чтобы судить, они брали взятку, короны учили за деньги, пророки пророчествовали за деньги, а на Всевышнего они полагались, говоря, ведь Всевышний среди нас, ле того алейну раа, зло не придет на нас, дословно, да, и что было, лефихах, и ви алема, кодожболху, шалошкзерот, и поэтому Всевышний их наказал трижды, кенегет шалоша верот шабе адам, за три нарушения, которые ими были совершены, да, это три известных, да, вудазара гилюэ райот шфихудамим, да, то есть, что мы здесь видим, да, что есть такое состояние, когда злодеи, несмотря на свое, свои злодеяния, они полагаются на Всевышнего, уповают на него, да, вопрос, как они это делают, да, так вот, это не помогает, наоборот, да, это, от этого только еще хуже. Да, давайте зачитаю еще отрывок книга Ухо Цедеким, да, неизвестно, кто ее написал, тут тоже есть отрывок, который занимается Битахоном, как это связано с тем, с книгой, это интересно, то есть у него есть, как известно, главы, которые называются Шарим, ворота, каждая вещь посвящена какой-то теме, так есть Шара Симха, ворота радости, так он здесь говорит про Битахон, я зачитаю такой отрывок, в Энлю лифтоах бело маасимтовим, да, невозможно положиться на Всевышнего, да, уповать на Всевышнего, бело маасимтовим, без благих дел, без праведного поведения, ахахарши, ясок, бехоль, яхульто, яале, эльмандрыгота, хасидут, араует, лейнянзе, то есть человек должен подняться по ступеням праведности, он говорит, и только тогда, да, да, он прямо, он не просто, описывает не просто праведность, а им сорат смольг душат Ашем, да, он отдастся в цариха Адам, тикун гадоль, послушайте, терем шияволе, омек, абитахон, да, перед тем, как дойти вообще до этого качества, он должен очень многому, очень сильно исправиться, он очень много об этом здесь пишет, «Омек» Заповедь в том смысле, одна из заповедей из 613, то есть рамбом нет этого в списке. Теперь есть такой мидраж, который приводит в защиту этого мнения, что бетахон не зависит от праведности, что достаточно положиться на Всевышнего, и это всегда будет помогать. Это поможет, и это может делать даже человек совершенно неправедный. Есть такой мидраж, я вам зачитаю, и мы обсудим, что на самом деле мидраж здесь имеет в виду. Есть такой мидраж Тейлим, пишет так, это на посылке «Элокай беха батахти» «Бог мой, я на тебя положился». Маасе, как всегда, мидраж приводит, причем Маасе это не Машаль, это реальное событие. Маасе היה בכитан, вая шам ищ гадоль, вая ло шем бамедина, вая шам ищ ехад, ва ю шумре а медина оверин, мецао ахсанай ехад витавсув. да то есть какие-то солдаты поймали одного человека то есть тут детали на сколько они важны нашли видимо человека без прав который проживал у кого-то до санаи и его до без прописки его арестовали схватили а марла гэм аль такуни да и он им сказал не бейте меня не трогайте меня бэн бейтошель мэлехани я не простой человек я члены королевской семьи киванши шаму кен гиниху как только они это услышали они сразу его оставили в шамру адабоке но не отпустили а держали под арестом до утра бабоке ревью эль бейт амэлех утром его привели в дом царя в амру бэн бейт хам отца ноэмеш батюшка царь мы вчера ночью нашли члена твои твоей семьи не хотели его порадовать амарлу амэлех бни ата макироти царь смотрит него говорит сынок мой ты меня вообще знаешь амарлу лав сказал ему нет амарлу им кен яй хата бэн бейти так как ты можешь говорить что ты это член моей семьи амарлу сказал ему бэвэкаша мимха прошу тебя они и не бэн бейт ха я на самом деле никакой не член твоей семьи эль адони амэлех бэха они батахты но господин мой царь да батюшка царь я на тебя положился если бы я так не сказал меня бы побили амарла им амэлех сказал им царь уилу ватах би поскольку он положился на меня они хуло оставьте его это здесь заканчивается вот эта история как амар давид так сказал царь давида шэм элукай бэха батахты али воша цитируется вот этот пасук из тыилим всевышний бэха батахты на тебе я положился али воша не буду я опозорен это продолжение пасука вэлло ани билва да не только я один элла гам кольку вэха ло и вошу другой пасук все кто на тебя полагаются да не опозориться его шуа бугдим рейкам позориться те которые да выступают против тебя да так и на этот метраж тоже многие полагаются что вот вам пожалуйста можно просто положиться на всевышнего выработать себе такую уверенность в ней в нем и это будет эффективно независимо и кто я я такой или сякой да и да и заслуженный не заслуженный да но на самом деле это не совсем так на самом деле это тоже один из вариантов бетахона но он имеет совершенно другой характер это то что называется лима ани лима ани эссе да это длинная тема можно это много обсуждать это целые главы в книге хэскель и парашата азину да что есть такое понятие хилю ла шэм и киду шашем да то есть поскольку это в основном говорится еврейском народе в целом до что поскольку еврейский народ связал свою как бы судьбу со всевышним так и не сман независимо от его праведного или неправедного состояния да и в любом случае придет спасение как бы всевышнему приходится нас спасать потому что он это делает ради своего имени да да и так далее есть много таких да так и это другой вариант можно сказать упование да это упование такое диеведное да это постфактум да то есть как бы мы связывая себя каким-то образом со всевышним с именем здесь подчеркивается всевышнего мы как бы его заставляем да кавычках нам нам помогать и нас спасать да но это это еще один вариант упование но она не является идеальным упованием это спасать от беды если можно то есть грех это вещь которая зависит от нас и на самом деле в мидраше да есть еще такие примеры которые говорят то же самое где очевидно идет речь об этом на другой пасук бхм ха сити али воша похожий пасук да на тебя всевышний я сити я укрился в тебе всевышний я укрился да не опозорюсь так тут говорится так как бы шаши из средних насим леватый кнесет леватый мидрашот да когда из еврейский народ заход собирается в синагогах и в бейт мидрашах в омрим лифне акадошбал ху галютану что они делают в синагогах они просят избавления да в омэрлаем в еш цадиким бенехэм он к ним обращаясь говорит среди вас есть праведные люди в еш ерей шамаем бенехэм как я могу вас спасти если таких среди вас нет да за что да какие у вас заслуги вэм умрим что они говорят да что евреи говорят в такой ситуации нет до этого лишьавар биме а вот эйну это называется схута вот да нет мы конечно не праведники но наши пра 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 да были большими праведниками да да тут я пропущу и так далее а валахшав коль шиану ульхим дор вадор и макхешет веолехет лану но есть то что называется спад поколений и и никаких праведников ни о чем да о них не речи быть не может да тут приводится посук так как всевышний реагирует на это амарлаема кадошбал ху так что можно здесь сделать в такой ситуации да амарлаема кадошбал ху битху бишми ванил медлаем да тогда положитесь на тут почерпится бишми на мое имя да и как бы свяжите мы бы сказали свою да свою судьбу с моим именем и я у медлаем смысле я буду вас спасать защищать веолама шекол мишиботех бишми анима цело да каждый кто да каждый кто заслуженными людьми, только поскольку у них был такой имидж, мы бы сегодня так сказали, такая фирма, что они представители юдаизма, еврейского народа, так они не сгорели в этом котле, в котором их бросил варьонский царь Невухаднецар. И они цитируют здесь послуг. Невухаднецарараша Амар Брих на рамейском языке Элогейгон дишадрахмейшах Ваваднего Дитрахицу Алоги Дитрахицу Алоги То есть, когда он увидел вот это чудо, которое произошло, так он стал сразу восхвалять Всевышнего. То есть, имя Всевышнего, оно в глазах вот этого царя, этого злодея, оно осветилось. То есть, они были такими как бы посредниками, средством для восхваления или возвеличивания имени Всевышнего. То есть, это еще один вариант. Это другой вариант. Это тоже можно назвать бетахоном, но я не думаю, что человек, который настаивает на бетахоне, на уповании, он хочет себя превратить. он имеет в виду стать вот этим объектом. То есть, это тоже правильно, но это совершенно другая тема. Это не о чем мы говорим здесь. на самом деле Сефир и Карим, он тоже это упоминает. Давайте почитаем. Ватиква и альшлюшапаним. Да, есть три вида бетахона, он говорит, три вида тыква это надежда дословно, да. Ахат и тыква та хэсэд. Один из них это это надежда на милость Всевышнего. Мы это упомянули. Да, а вторая он говорит ва шини тыква та кавод. Надежда связанная с почетом. Он определяет это так. Веги шейкавэй лав шью шей но лифи шэгэргэ или гургал лео шео поскольку он всегда его спасал, так в этот раз его не спасти это уже подрывает имидж Всевышнего. Это тоже повод или причина спастись таким образом. Вемлё йошей гам ата ез зильзулих водо Если он на этот раз его тоже не спасет, так это будет осквернение или позор. Это связывается со словом аль эвоша я не остыжусь не срамлюсь не буду опозорен. Он говорит дальше Киадон Шурга лео шеетавдо имейно мушьо бет сарато йомру аруим шезэ митсат хульшат ехолита адон Как мы уже сказали что все скажут это слабость его хозяина его босса это тоже одна из причин положиться на Всевышнего но она я думаю не идеальна для многих из нас это только ради спасения лица Всевышнего скажем так третий вид бетахона это тиквата автаха то есть если было дано обещание через пророков как мы видели у хазыныша там уже это еще одна причина полагаться на Всевышнего надо быть уверенным что исход будет хороший да-да-да-да-да-да-да занимается темой веры так просто показать насколько эта идея которая зародилась в Сефире и Карим это как бы новая или чуждая даже вещь в Торе в иудаизме как мы увидели да как она сильно распространилась да сегодня это как бы всем считается да очевидная вещь да послушайте что здесь написано да как книга называется Аметражка Аллаха современная книга Гелуим Шельнисим Аль Тивиим Губы Яхас Яшар Ле Муната Адам послушайте да он даже говорит о сверхъестественных чудесах это связано прямой связью с верой человека Дор Шельмуна Башем Гейтана поколение у которого вера во Всевышнего она крепка Ума Амин Банагата Шем Бетсура Несит и он верит да в то же в чудеса в то что человек он руководит миром да чудесами Арею Зухе Бэметли Гилюй Несим так это происходит действительно он да удостоится увидеть да явные чудеса Ведор Шем Амин Шан Агат Ашеми Бедер Их Тивид но поколение которое в такое не верит да верит только в в естественное естественный ход событий что Всевышний только естественным способом руководит этим миром он он в этом не уверен он только знает что есть такая вещь да Шем Микураб и Муна и но Зухе Лени Сим так у такого поколения или в таком поколении чудес нет да они не случаются вот так человек пишет то есть все зависит от нет от поведения от праведности да все зависит от веры да как он здесь пишет да силен вере не силен да это новая идея поскольку мы в преддверии Песоха да так скажем несколько вещей по поводу Песоха да я открою Михильто да есть мидрэш Михильто на книгу шмот в Прашат бешелах бешелах тут говорится так тут обсуждается рассечение моря Красного моря Ямсуф почему они удостоились вот этого чуда о да так тут есть много-много всяких высказываний да много причин мудрецы высказывают предлагают в заслугу чего это было это произошло да так прочитают то что пишет Шмая Шмая Умер один из великих Танаим из Зугод Шмая Умер кидай ги га амана Шмая 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 или 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 сегодня обычно называют словом эмуна да амана шеймин би аврагам значит авраам авино да тут цитируется известный посуд да когда ему Всевышний обещает потомство несмотря на то что он уже в преклонном возрасте у него нет детей как известно да и там говорится так веймин башем вейхшеве лот здака да так вот эта вера как здесь сказано авраама в обещание Всевышнего является заслугой вейхшеве лот здака обычно это объясняется как заслуга да получается что вот эта вера здесь является заслугой да это вопрос да почему это так о какой вере идет речь почему это становится заслугой и здесь эта заслуга она влияет на на то что с его потомками происходит такое великое чудо Автальон Омер его пара Автальон говорит что-то похожее но немножко по-другому Кидайги Аманаш и имину би и крале метаям они не Авраам Авину не их предок праотец они сами тоже поверили и это тоже является заслугой шинэмар шинэмар в яамэ наам в ишмиу о каком о какой муне о какой вере когда это было это не во время рассечения еще еще в Египте да они поверили в то что Моше их пришел спасать да и что он представляет Всевышнего да и потом здесь приводится еще разные причины да вопрос вот это значение слова имуна да это тоже тема очень такая серьезная да очень многие это обсуждают то есть и тут тоже произошло изменение смысла этого слова да то есть сегодня имуна это это вера то есть это вера в какую-то в какую-то информацию в какое-то знание да это как бы догма да это догматическая вера да это но на самом деле у мудрецов и в Торе слово имуна или гаамана это что-то другое может быть совершенно другое это это можно перевести на русский язык верность да это есть даже такая игра с предлогами леамин б или леамин аль да но не в этом дело так давайте я вам почитаю дальше мы сразу поймем что они имели ввиду под словом эмуна или гаамана тут говорится тут говорится так ахарим ахаримом рим давар гадол асу исраэль кида ги га эмуна ши имину би ши крал аэм и таям великую вещь сделали сыновья израиля и она того стоит то есть это ради этого они достойны чтобы я разорвал дословно им море в чем особенность их поведения и почему это называется эмуна да так тут дается объяснение шелу אמרу лимошэ хия хани юцээм лам лам дабар воэн би дэйну михия лад дэрэх эле хиямину ваалху эхарай ваалху эхарай мошэ збинитя олехэм мэпорэш бэкабалла халох вкарат вкарат баузны йерушэлем лимор захарти лах хасад мурайх ават килю лутаях лихте хахарай бамидбар бээрит слоз руа да переведу да в чем особенность или в чем величие их поведения как это видит мидраж что они не сказали мошэ как мы выходим в пустыню у нас же нет собой еды да для того чтобы идти по пустыне да эла имину они поверили ваалху ахры мошэ пошли вслед за мошэ и тут приводится пасук из Ирмияу да здесь который хвалит еврейский народ за это да да захарты лахэ сэд неу раях я помню милость твоей юности ават клюлута их да любовь дословно клюлута их да периода брачного периода скажем так что ты шла то есть еврейский народ за мной в пустыню да эрит слез то есть пустыня где нет посевов нет урожая нет еды да и ты пошла за мной да и это есть имуна да то есть во первых мы видим что имуна это это не вера в современном смысле да верить во что-то это как раз доверие доверие довериться кому-то да и вот это доверие оно как раз проявляется или испытывается когда и существуют сложности да то есть тут есть я себе так сказал да что битахон и имуна это не просто разные вещи они может быть даже в каком-то смысле противоположные да что битахон это спокойствие да это уверенность да поскольку я достоин мне положено да я уверен что мне заплатят меня вознаградят да я могу быть спокойным у меня есть рядом сильный охранник старший брат и так далее это битахон да да страховка а имуна это что-то в каком-то смысле противоположное это надо на самом деле понять да то есть причину доверия или верности да например здесь упоминается пример с любовью с брачной жизнью да что от от пар требуется верность и доверие даже когда не все сладко не все хорошо да даже если рядом может быть кто-то предлагает более сильную любовь скажем так аккуратно да все равно человек остается да уверен верен извиняюсь там тому партнеру да с которым он заключил союз да и это такое такое моральное чувство да что поскольку я связал свою судьбу с ним и я на самом деле связан с ним крепкую любовь даже даже если да в этот момент да это стоит переживаний да и страданий и неприятностей да это не подрывает мою мою верность да по отношению к нему да и это то что требуется от нас от еврейского народа со стороны Всевышнего и если мы себя в этом проявляем как надо да это является большой заслугой да это ценится и это причина да того что с нами происходит чудеса и нас спасают да то есть эмуна да здесь оно имеет вот такое такое значение да и давайте я вам почитаю еще то есть в Михильте есть очень много об этом да здесь много говорится про вот это понятие эмуна или гаамана да дальше дальше говорится так очень интересное высказывание рабина хемия это на посылке аз яши муши увны израэль да то есть известная песня ширатая которую воспели муши и сыновей израиля и тут есть такое высказывание рабина хемия рабина хемия омер колами кабела лав митсва ахат баамана это очень интересная вещь рабина хемия говорит каждый кто принимает на себя одну заповедь баамана вот это надо понять что это такое то есть это связано с тем что мы говорили до этого то есть мы видим если эмуна и битахон это это связанные вещи да так мы видим что это связано с заповедями да то есть это говорит о том что невозможно оторвать да то есть злодей не может да обладать эмуной и битахоном получается да здесь говорится мы еще попытаемся понять что это такое но здесь говорится о связи эмуны да веры или упования с выполнением заповедей так он говорит так есть версия есть две михильты может быть вы знаете есть михильты раби ишмаэль это то что я читаю есть параллельная михильта там приводится тоже высказывание рабина ихеми там говорится колаусе митцва ахат бээмуна или бээмана или бэга амана кидай гу шетишре алав руах акодэш да он заслуживает того что руах акодэш святой дух должен на него осесть да шекен мацину бэвутэйну откуда он это доказывает да это то что мы видим с нашими отцами шебесхар амана шеямину авутэйну бээшэм заху вешарта леэмру ахакодэш вамру шира шенэмар веямину бээшэм увэмушэ авдо венэмар аз яшир мушэ увна исраэль да видите они сначала поверили и мы сейчас понимаем что поверили это были верны всевышнему и это привело к тому что они воспели для того чтобы воспеть надо обладать святым духом оказывается это рабины хэмми так вопрос что что он здесь имеет ввиду что значит делать или принять принять одну заповедь да не все одну заповедь да баамана бээмуна да так тут есть немногие об этом говорят да но я вам хочу сначала прочитать то что пишет Маараль он как обычно пишет очень такие абстрактные вещи очень сложные для понимания на самом деле тема упования и муна это надо отдельный урок для того чтобы разобрать какой позиции придерживается Маараль в этом вопросе но он попросту следует тому что пишет Сеферай Карим да но я вам открываю Гворот Ашем Перектет он здесь сначала связывает почему тот обладающий имуной он достойный вообще освобождения Херут он это называет почему послушайте надо понять что он имеет это но он он различает между верой Эмуная у него это вера, а есть идея, а есть знание. Да и он веру, которая отличается от знания, ставит выше, чем само знание. Он делает это так, что если человек делает что-то зная, понимая, может быть, так он это делает как человек. А если человек делает какой-то поступок, веря в это, это что-то вне знания или выше знания, некоторые скажут, так он это делает как представители Всевышнего в этом мире. Он это делает как то существо, которое тесно связано со Всевышним. И он во многих местах говорит, что Эмуна это то, что связывает человека со Всевышним. Как бы я себя добавлю, но он тоже это говорит, как будто вера вырывает человека из этого мира. Этот мир, он, это такое целое мировоззрение. Мы уже видели много у Мораля. Этот мир, он ограниченный, он материальный, он далек от Всевышнего. И человек живет в этом мире, он часть этого мира. Но поскольку у него есть божественная частица, он, по идее, может вырваться из этого состояния и присоединиться, связаться со Всевышним, который в корне отличается от этого мира. Он не ограничен, не материален и так далее. И это делает вера. То есть вера, но он здесь противоставляет веру с сознанием, как мы заметили. Мне кажется, мы говорим, что здесь вера, это не верность. Да, да, да. Но вот это Рабинахом и Балятани. Окей, да мы не будем сейчас. Потом он пишет так. Послушайте, у него есть объяснение интересное. Есть такая гмара, которая говорит, можно сказать, странную вещь. Значит, есть человек, который говорит браху, благословение. А есть человек, который отвечает на эту браху, амен. И гмара говорит, что тот, кто отвечает амен, он лучше, чем тот, кто сказал браху. Как-то это можно понять. И он объясняет это так. Человек, который говорит браху, он понимает, что он делает. Почему он говорит браху? У него есть повод сказать браху. Я его объясняю. Он понимает, он благодарит Всевышнего. Он чувствует, что он получил что-то хорошее. Какое-то добро он получил. Он готов от себя сказать богословение, поблагодарить Всевышнего. Это хорошо, но это не самая великая вещь. А тот, кто говорит амен, он верит. Он верит. Он сам не получил никакого удовольствия. Но он все равно говорит амен. Значит, он верит. Как это связано с нашей темой, послушайте. И он пишет дальше так. Что это значит? Человек может выполнить митцву со стороны знания, что имеется в виду, понимая, зачем это надо, какой смысл выполнения этой заповеди. Так это хорошо, но это не самый высокий уровень. А есть еще, который это делает Баэмуна. Это его связывает, как мы уже сказали, со Всевышним. Он это делает не как человек, а как представитель Всевышнего в этом мире, скажем так. Я читаю и перевожу. Афки ло яда гума амин боит барах. Ули фихах шора лавруа хакодыш. Вот почему на него оседает Святой Дух. Святой Дух, вы поняли его связь. То есть это связь со Всевышним. Когда он выполняет митцву таким образом, он связывает себя со Всевышним. И из него истекает поэзия. Без остановки. Так он это объясняет. И есть что-то похожее. Я нашел. Не знаю, вы знакомы с этой книгой. Дальот и Хескель. Был Роши Шеват Хеврон. Рави Хескель Сарне. Известный Роши Шеват Хеврон. У него есть... Он занимался не только ломдесом, не только давал уроки по гморе. Он также был большой мыслитель, моралист. Один из важных лидеров движения Мусара. У него есть несколько томов. Называется Дальот и Хескель. И тут я хочу зачитать то, что он здесь пишет. Послушайте. То есть, как вот эта идея распространилась. Аймуна гиа карали мала минасехали энуши. Вот вам, пожалуйста. Что такое Аймуна? Это познание. У него довольно современный иврит. Это познание выше человеческого разума. При помощи вот этой веры человек получает ясность, причем Бейрута Сехель он это называет, настолько, что он уже начинает петь, воспевать. То есть, вера, которая выше человеческого разума, это более ясное, скажем так, видение вещей. Человек может пальцем показать. Вот мой Бог. И учили в Михильте. Да, и тут он приводит. Давайте я пропущу. Ваим кен, ареи икар дарка шел акарат, акарат илуким, мидотея удрахея, ху ло минасехал, эла хаэмуна. Эла эмуна, извиняюсь. Эла мина эмуна, эла сехал. Сейчас он нам расставляет правильный порядок вещей. И как человек доходит до познания Всевышнего. Не от разума к вере, а наоборот, от веры к разуму. Это то, что сегодня очень принято, я думаю. Но не только. Послушайте дальше. Ваим кен, а не вера, которая у человека появляется, до которой человек доходит при помощи, да, диод, да, что он имеет в виду, да, мнение и так далее, да. Эла, послушайте, гамбы, мунага, мага, талидей, маасим. А вера, которая порождается, скажем так, в человеке посредством действий. Это тоже очень распространенная идея, да. Берем человека, накладываем ему тфилин, тфилин, и он постепенно должен верить, да. И откуда он это доказывает? Послушайте, да. К моши шанину шам. Кола микабель алаф митсва ахат бэмуна, кидаюши тише алаф руаха кодыш. То есть он видит в нашей Михильте подтверждение вот этой идеи, да, что, что значит микабель алаф митсва хат бэмуна, он на самом деле это перевернул, да. То есть у него митсва — это действие, которое приводит к вере, так получается, да. А вера — это что-то, это то, что сегодня считается верой, то есть как бы наивная вера или имуна пшута, мы уже много об этом говорили, имуну пшуту, да, то есть это вера, которая выше разума, это мы же с вами учим Танию, да, в Тании это очень много приводится, да, что имуна — это что-то выше разума, да, это что-то, что содержится внутри человека, надо только раскрыть, да, это какая-то искорка, да, в Амисутерет, Некуда иудит, есть много всяких этого названий, да. Одну секунду, да, теперь, но есть, я нашел другое объяснение у этого митраша, это объяснение нацива, да, нафталец юда, рав нафталец юда берман, да, Роши Шиват вложен, у него есть много-много книг, да, он в том числе комментировал, это что-то необычное, вон выходящее, да, что литовский Роши Шива, или вообще Тальмит Хахам комментирует Михильту, да, представляете, да, так у него есть комментарий на Михильту, который называется «Берката нацив». Я посмотрел, как он объясняет вот это высказание Рабины Хэмия, да, что это значит. «Колами кабеля лав митсва хат бе амана, пируш, бе холь е холь то векохо, со всеми своими силами». И он говорит, а как это связано, почему амана и сила это связанные вещи, надо же объяснить, да, «Вуальпиа мидраш каан в эйн аз эла амана», то есть он цитирует другое место в мидраше, тут мидраж связывает с историей Йосефа. Йосеф, как известно, он был продан в Египет, и там хозяин египетский, да, он на него полностью положился, да, и он объясняет так. Как это связано с историей Йосефа? «Воихен, а я би Йосеф, тхилак тив, ваи ищ мацлих, ваи бебиаит Адонава, амецри, шая маэмин ло, шилу егнов кедериха, аавадим, ваахаках осив лаэмин ло, шиихолим лисмух олав, бекол дабар, ваал пи имуна, зо нитбарэх бит Адон, так он объясняет здесь, я тут пропустил много, да, что поскольку хозяин Йосефа, он ему доверился, так он уже не должен был прилагать усилия в управление своего дома, сверхдел, так он таким образом доказывает, что Амана, которая здесь имеется в виду, это сила, да, то есть, ее потом он объясняет, он приводит Ирушальме, который говорит, что несмотря на то, что есть много митцвод, есть много заповедей, да, человек должен взять какую-то одну заповедь, да, и делать ее во что бы то ни стало, что бы с ним ни произошло, мороз, холод, голод, во всех условиях, да, в Антарктике, в джунглях, да, что бы ни было, да, без каких-то оправданий, да, он должен держаться за эту митцву до конца, и это для человека станет заслугой, да, есть такая тоже, много об этом говорится, да, что праведные люди, они выбирали себе какую-то митцву, и они держались за эту митцву до конца, так это, да, так он объясняет вот эту фразу, да, но я вам хочу показать, что, что, да, что тут рабин и хемия, видимо, имеет в виду что-то другое, и на этом мы закончим. с божьей помощью я нашел митраж, да, можно сказать, осветил или раскрыл мне глаза на это высказывание. Это митраж, малоизвестный, называется Петрон Тора. Здесь говорится о том, что есть разные, это известная вещь, разные заповеди, есть то, что называется митцва кала, есть митцва хамура, да, и сказано, да, что надо, не обращая внимания на строгость заповеди или на важность заповеди, надо бежать за любой заповедью, то есть человек должен гнаться за заповеди независимо. О, и это доказывается из того, что в Торе обычно не упоминается, какое вознаграждение дается за выполнение заповеди, но есть две заповеди, где гнаться вознаграждение, оно одинаковое, и несмотря на то, что одна заповедь считается легкой, то есть маловажной в этом смысле, другая очень суперважной, да, то есть идет речь про Кибу Даваэм, это очень важная митцва, да, и маловажная митцва это Эшилю Ахакен, это отогнать птичку, которая сидит на на гнезде, где есть яйца или птенцы, да, и в обоих случаях говорится лиман и рихун ямеха, да, лиман и тавлах, да, лиман и тавлах варах таямим, да, да, и вопрос, почему это так выглядит, почему нет градации, скажем так, в вознаграждение, воздаяние, да, в этот метраж говорит так, послушайте, укидэй, это чтобы, шииху коламит свод наасот, чтобы все заповеди делались баимуна, да, лифихах лоти ге босер альдавар, да, тут интересное выражение, шеймит сва альхинам батора, да, то есть, да, чтобы человек не, да, не делал, да, выборочно заповеди, это стоит, я за это получу больше награды, а за это мало платят, так я пропущу, я упущу, это называется босер альдавар, имеется ввиду, что он будет пренебрегать вещью, да, есть другой медраж, где тоже используется вот это слово, там видно, что это пренебрежение, не будем сейчас, нет времени читать, шеймит сва шельхинам батора, поскольку, да, нет в Торе заповеди, которая, да, делается впустую, скажем так, шеймдаварегбатуран, да, так что мы здесь видим в этом миндраше, да, что мы сейчас начинаем понимать, что мудрецы имеют ввиду, когда они говорят делать митцвот или одну митцву, бээмуна, да, что такое муна, это как раз верность, то, что мы говорили, то есть, несмотря на то, что ты не видишь моментальную выгоду, да, за это действие, да, это не должно браться в расчет, поскольку ты в целом, да, заключил союз, ты в целом в в теплых любовных отношениях и так далее, поэтому ты выполняешь, да, и это не, есть такое название меркантильность, то есть, это, да, нельзя выполнять заповеди меркантильно, да, с расчетом, да, что я получу за это каждый раз, да, это называется бээмуна, да, да, и в заключении я вам еще зачитаю, я вас уже задержал, в заключении прочитаю Медраж Широ Ширим Раба, да, Медраж говорит так, это на Широ Ширим Катапуах Беацей Гаяра, Кен Дудди Бен Абаним, да, то есть Широ Ширим, да, считается притчей о отношениях между еврейским народом и Всевышним, девушка, которая там упоминается, это как бы еврейский народ, Адод, да, то есть парень, которого эта девушка любит, да, это Всевышний, и там делается такое сравнение Катапуах Беацей Гаяр, Кен Дудди Бен Абаним, как Ябоня среди других деревьев, лесных деревьев, неважно, да, Всевышний, так, да, вопрос, в чем сравнение, так, мудрецы пишут так, Рабигуна Верабиаха Бешем Рабиосей Бен Зимра, Ма Тапуахазе В чем особенность Ябоня? Гаколь Бурхим и Мену Все убегают от нее, почему? Бешата Шарав во время зноя, Вела Макен, почему так? Лифиш Эйн Лоцель Лишев Бецило У него нет тени, у него нет листвы, нет кроны, достаточно, чтобы можно сесть, спастись от жары, от солнца, да, в Лоне, под, да, его кроны, его листвы, да, и что? Кар Барху, послушайте, Умота Улам Мишевет Бецелакадош Баруху, Бьем Матан Тора, все убегают, никому не понравилось быть рядом со Всевышним, да, получать Тору, известные Медраши, да, они хотели принимать Тору, слишком тяжело, сложно, это сложно, это сложно, это сложно, и в этом смысле Всевышний похож на яблоню, которая, как бы, не дает никакой пользы, да, а при еврейский народ сказано, то есть, про эту девушку сказано, Бецелло, Химады Тио, в Яшафте, но я, в отличие от других, да, захотела сидеть, да, в тени этого деревца, в какой-то, в том, что есть, да, тут подчеркивается, Именно я влюбилась в Него, а не другие. И дальше есть еще отрывок. То есть тут есть еще, вот это сравнение, из него выдавливаются, скажем так, разные идеи, разные сравнения. То есть у яблони, это более известная вещь, есть еще одна особенность, что у нее, у яблони, перед тем, как появляются листья, у него уже, естественно, что в гморе сказано, что у него прямо появляются плоды. Но здесь сказано более точно, это более похоже на реальность, зависть, нецо, появление каких-то, какого-то начала плодов, цветы и так далее. Так это проявляется до. И в чем сравнение? Как Исраэль, послушайте, шебе Митсраим, игдиму. О, так мы привыкли, у нас написано, что сначала они сказали насэ, и потом они сказали нишма. И в этом сравнение какое-то с яблони, у которой сначала появляется зависть, и потом листья. Но в этом Митраше то же самое говорится немножко другими словами. Послушайте, да. Игдиму они опередили Амана-лишмуа. Приводится вот этот посылок, который приводится в Михильте, чтобы показать, что еврейский народ, он заслужил в силу того, что у него была Амана, или Гамана, или Муна. И как мы поняли, что это верность, да. И как раз это нам объясняет и смысл обычного высказывания, игдиму наасэленишма, да, что, несмотря на то, что они еще не знали суть заповедей, они были готовы, вот эта готовность, да, принять на себя все, что от нас потребует Всевышний, это есть та самая верность, да. То есть ты идешь как бы с закрытыми глазами вслед за кем-то, которому ты доверился. Почему? Потому что у тебя есть общая такая базисная любовь к нему, да. То есть есть повод для этой, это не слепая вера, да, но это верность дорогому, любимому, да. И это, да, тебе да, дает возможность, да, даже в тех ситуациях, когда это ненаглядно, да, не очевидно, да, выгода, она не очевидна сразу, да. Это есть вот это доверие к этому лицу, да, и это является заслугой большой, да, это то, что мы видим, да. И это есть как бы суть вообще Песаха, да, поэтому мы, да, и говорим это перед праздником Песаха. Хага и Муна. Да, Хага и Муна, да. И, в общем, я хочу вам пожелать Песах, Кашир, Восаме, да, чтобы у всех у нас, да, этот праздник прошел благополучно, да. И вообще, чтобы все было благополучно.